теперь когда нам ясно что человек обязан искать для себя средства пропитания то есть он не может получить пропитание и прям вокруг себя как животный животный мир них нет проблем все что нужно находится прямо только надо это найти прямо под носом под 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 челюстью иногда или под языком только надо предпринять усилия все уже в готовом виде а для человека нет он должен это через некие средства по средствам чего-то добывать это так вот когда нам ясно что человек обязан искать для себя средства пропитания следует разъяснить что он не должен устремляться за ними всеми ибо их очень много человек может подумать секундочку это значит в мир так устроен что нужно искать себе средства пропитания то есть я не могу сидеть дома в ожидании того что появится какое-то я знаю так сказать я знаю существо которое будет меня из ложечки кормить и воздухом я не буду питаться ни с тобой ни сего и чудо не происходит то есть нужно теперь если я хочу кушать значит мне нужно иметь средства для этого пропитания значит я должен идти работать теперь рассмотрю вправо влево тут и много есть возможности есть такая работа такая работа такая 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 значит принципе я а когда я значит все работы должен должен идти брать на первый взгляд трудоустроиться на любую он говорит не должен устремляться за ними всеми не надо она обрати внимание сейчас он интересная вещь сейчас мы с вами маленький курс по выбору специальности пройдем он горит так есть среди всех этих видов работ если среди них легкие не требующие большого труда такие как торговля торговля в магазине или легкие ремесла шитье вышивание работа песца содержание складов товаров посредничество в наеме арендаторов порядчиков и рабочих для сельскохозяйственных работ смотрите все еще было еще 800 9 назад легкие работы там особо усилий физических не надо делать то же время существуют профессии связаны с тяжелыми изнурительным трудом такие как обработка кож кожа мягко добыча железно-медной руды в копьях шахтеры это постоянно очень тяжелый очень тяжелый физический труд очистка серебра посредством свинца переноска тяжести и грузчики либо связанные с постоянным пребыванием в дальней дороге обработка земли вспашка ее и тому подобное ну очевидно что есть работы легкие и есть работы тяжелые решение очевидно тому кто крепок телом но не отличается особыми умственными способностями подходит физические трудные профессии соответственно способности человека переносить физические нагрузки идите все все подстроено заранее мы иногда удивляемся есть люди которые от рождения очень одаренные а из которые которые ну совсем не одаренные но почему тогда одни одаренные они вот более сильные более а и мы не понимаем почему мир устроен несправедливо не но это потому что мы снова смотрим через маленькую и дырочку этого своего я мне подходит не а почему мир так устроен а смотрите сверху там все по-другому в мире должны быть те которые работают на сложных тяжелых работах призов себя человека с интеллектуальными способностями и он еще такой и крепкий вот ну дайте ему все время быть шахтером да или еще дабы сойдет с ума поэтому нужны люди которые 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 сильны тело а умственные способности у них меньшей степени их тревожит то есть и люди у которых мысль постоянно бегать постоянно теребит их а есть люди у которых просто ничего там внутри не происходит прямо видели людей которые могут сидеть и ничего не делать спросишь но есть когда на что вы делаете хотя бы мечтаете грет пусто даже да даже 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 простых фантазий даже это порой у людей не бывает тяжело представить нам кажется что или ты думаешь на чем-то или вот оставь человека в покое чем будет заниматься а часть людей у них будет думать на такие интеллектуальные люди и будет куда-то тянуть что-то про исследовать почитать то это есть которые сядут а мне хорошо это и начну мечтаю там выиграю 15 миллионов 20 миллионов чтобы с этим делать и пошло поехал мечтаю или мечтаю там кто-то наши выиграли наши победили уже не груб растальзе остальные мечтания которые не будем даже упоминать есть а есть третья группа даже и это у них нету просто ничего там не происходит они столько время сколько нужно там пойти сделать говорить отлично все хорошо а вот оставьте их покоем они будут сидеть как вот просто вот спокойно без не двигаясь теперь где за крепкое за тело вот для них просто в одно удовольствие работать 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 это их занимает а так просто сидеть не а не могут ведь все все устроено в мире поэтому говорит смотрите есть работы такие есть такие соответственно кто крепок тела но не отличает особенно условной способности подходят физические труды провести профессии соответственно способности человека переносить физические нагрузки тоже и там есть искать более сильно менее сильной ну пойдите тот же кто физически шла бить и баруха шеем что есть те которые физически слабы все время хотели все хотят быть здоровыми но это видите ну а кто же будет тогда работать на этих работах которые делают только интеллигенты но силен умом не должен искать себе работу утомляющего тела он должен избрать себе что-то легкое для тела чем он сможет заниматься постоянно это какое-то направление выбора специальности дальше каждого человека есть склонность к определенному ремеслу или к некоторому виду коммерческой деятельности и никакому другому получается что всевышний впечатал в природу каждого человека любовь и тяготение к тому или иному занятию и подобно этому мы видим у прочих живых существ так в природу кошки заложил он ловлю мишей в природу ястребла ловлю подходящего для него видов птиц есть лица которые ловят только рыбу и подобным же образом каждый вид животных питает пристрастие к определенным видам растений или животных предназначенных в пищу свойства тела и органов животных соответствует добыванию соответствующей им пищи так например и длинный клюв и длинные ноги у птиц ловящих рыбу зубы и крепкие когти у льва рога у быка у барана но тех животных которые питаются растениями творец не ставдил орудиями ловли убийств послушайте посмотрите все в мире устроена соответствую с общим планом который есть в творении все люди сотворены самыми разными качествами видите как устроен животный мир у каждого животного точно есть своя какая-то ниша то есть если речь идет о хищнике то он обладает соответствующим поэтому на хищник у него и зубы у него есть когти то чтобы он мог его покушать хочется все-таки покушать вот съел этого съел этого растерзать его и соответственно там не знает это там кто охотится за 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 рыбами значит он должен уметь там там нырять мы видим что все точно устроено как положено что каждый имеет свою нишу откуда он получает пищу который удовлетворяет ее так он может жить если вы видите что так устроен мир и присмотритесь к людям люди точно также обладают самыми разными качествами которые как тут сказано впечатаны в его природу ну тогда еще не знали генетики не знали это как предрасположенности генетической которые у нас есть мы уже рождаемся с определенными качествами ну скажем мы взяли их а то я мамы папы дедушки откуда ты это сказать это на идет какая нам разница это все предрасположим это заранее было предустановлено в творении каждый из нас обладает каким-то определенным душевным духовным физическим качеством то что мы получили то что мы получили мы должны использовать тут очень важная мысль который она все то что мы говорим настолько просто на 100 очевидно что казалось что об этом даже говорить все еще ясно и очевидно да но это не столь ясно и очевидно когда мы хотим выбрать специальность у нас нам 16 17 18 19 лет вообще современная молодежь вообще не понимает куда поддаться и кто-то сказал что-то подруга поехала туда поехали туда а друг и вот это вот это классно и и решил взять вот это кла а что это даже не понял пошел это учиться и только когда чуть по умнел вдруг выяснил что это вообще его не интересует сколько людей которые учились получили профессию вообще этим чувствую что это не их не вообще хотят от этого подальше имеем тяжело в этом работать они а что говорить о тех людях которые вообще в возрасте более отыскать в зрелом должны выбирать профессию них уже есть разум они даже хотят понимать согласно критериев есть как выбрать специальность надо знать что все уже внутри built in все уже внутри заложено и не надо идти против той природы которые которые браху дал когда появляется смысл в этих словах я вам скажу когда когда есть какой-то тренд модный что такое тренд это какое то есть новое знаю так сказать мода направление на вон что-то типа вдруг не стоит а вот сейчас смотрите можно заработать выйти этим программистом очень хорошо теперь что все могут быть программистами как один верно теперь мама понял что раньше на толкалый сын и дивами мясомолочный институт помните почему тогда мясомолочный институт что 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 ты где ты находился там мог расти то имел поэтому не было что хотя бы покушать бы чтобы у тебя было мясомолочное обеспеченная еда уж точно от голода не умрешь находясь на мясомолочном обратите мясомолочном мясомолочном фабрики да а то от голода так никто не умирал только потому что есть это я должен туда идти потому что то что сейчас есть сказать и больше зарабатываете знаю программисты начать должен быть программистом а есть люди которых это не это них они чего-то нет мама давит папа говорит все родственники говорят иди иди заработай что она intense rectangление надо программистам быть надо программистом быть душа трубая вообще да может быть способностей сейчас сейчас есть такие уровни программирования уже узнавается что практически любой человек может стать программистом да и здесь программисты там вес тут тут есть совсем низкую проверяя и это называется проверка программ других людей особенно не надо общение чуда любой человек может практически обучиться. Должен ли я туда идти? Вот это тогда появляется тут вопрос. Вот тут наставления говорят, нет, не иди туда. Человек должен выбирать специальность согласно душевному устремлению. Устремлению, которое он чувствует и внутри. Тянет меня в эту сторону. Теперь ему дядя с опытом говорит, смотри, но там особенно нету парносы. Там особенно ты не заработаешь, там спроса большого нету. И вот тут приходит как раз то, о чем мы сейчас разбираем. Ведь, казалось бы, какая связь между вопросом выбора специальности и темой, которой мы занимаемся, которая называется упование на Всевышнего? Человек, который упывает на Всевышнего, он предстает перед вопросом выбора специальностей. И он, так сказать, сейчас мы дальше поймем. Человек, который выбирает специальность, если он упывает на Всевышнего, он говорит, так, секундочку, мне нужна что? Мне нужна это же только средства специальность, мне нужны деньги. Какая разница, где я буду работать, заберу деньги? Можно так сказать, верно? Что мы так не подумали. А мы могли бы так сказать, что мы так не подумали? говорит нам, что это Хидуш Гадоль. Он говорит, смотрите, верно, не только что вы не идете на модную специальность, не только вы учитесь на программистов, вы еще выбрали такую специальность, которую, не знаю, если вы найдете потом работу с ней. Так вот, знай, а упование на Всевышнем состоит в том, что ты первый, ты должен выполнить то, то есть выявить тот потенциал, который творец тебе заложил. У одного, я знаю, так сказать, он 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 художник. Сколько заработаешь на этом художнике сейчас? А другой поэт, третий музыкант. Ну, есть много профессий, которые сейчас стали не совсем, может быть, модными, и не так много платят, а человеку есть на театре. Говорит Нурвеновах и говорит, послушайте, если творец вам заложил этот потенциал, идите согласны этому потенциалу. Он бы ведь вам же другой не дал, а именно этот дал. Теперь, ну, секундочку, ну, я останусь, у меня не будут, не найду работу в этой области. О, вот тут и начинается упование на Всевышнего. Если человек уповая на Всевышнего, он знает о том, что Парнаса ему придет из любого места. А если искать, а если из любого места, то лучше место, которое мне подходит, а не то, которое мне не подходит. Поэтому, если человек, он чувствует, что у него есть прорасположенность, есть талант художника, еще какое-то другого, иди, зная, что там будет, он должен выбрать именно эту специальность, не должен надеяться на Всевышнем, что поможет ему найти в этой области пропитание. Это не тривиальный, на самом деле, вывод из того, что мы говорим. И так просто. И так просто решиться на это. Есть люди, которые, так сказать, смотрят, думают, а, вот, все равно. Снова. Есть люди, которые думают, что, вот, надо идти, вот, ну, естественным путем, ну, ты же видишь, художниками я заработаю, скажем, две тысячи шекелей в месяц, а программистами я заработаю двенадцать тысяч шекелей. Ну, так, это же очевидная разница, которая есть. Кто тебе сказал, что ты заработаешь программистом? То, что человеку положено, неважно, какой специальность он получит, сейчас мы это будем, неважно, какой специальность у него будет, то, что положено ему, ему положено быть. То, что положено, положено. В целом, надо знать же, человек, то, что ему Творец посылает, а потенциал, который в нем есть, он должен использовать это. Сколько раз были случаи, когда люди, которые занимались какими профессиями, которые, выхозруба чува, стали жить еврейской жизнью. У них стал вопрос, оставить эту профессию, которая, казалось бы, она, я знаю, так сказать, светская, или нет. Интересно, что только самые большие рыбаны им говорят, что, нет, не оставляй. Почему? Потому что, если ты привязан к этому, ты любишь это, ты должен, ты должен это как-то, чтобы это вышло из тебя. Ты не можешь подавлять свой талант, потому что сам Бог тебе дал талант, а для чего он тебе дал его? Потенциал, который человеку дает, надо его выявлять. Надо, я думаю, тема, она ясна. Продолжает Рабейн Убах и говорит так. Подобным же образом мы находим, что душевные качества людей и особенности их телосложения делают их пригодными для тех или иных видов коммерческой деятельности или ремесла. Это приблизительно то, что мы и говорили. Тот, кто обнаруживает в себе качество и природную склонность к определенному ремеслу и телесные свойства его предрасполагает к нему и позволяет выдержать связанные с ним нагрузки, должен овладеть этим ремеслом и сделать его средством своего пропитания. Видите, вот то, что мы говорили. Вот он, пожалуйста, он говорит ясным языком. Принимает то, что есть в нем приятного и неприятного. Не разочаровывается в нем, когда оно временами не кормит, а надеется на Бога, на то, что он даст средства к существованию во все дни жизни. Слышите? Чет послушал наше занятие, бросил курсы программирования, обрадовался, пошел рисовать. Жена, у нее уже была надежда, что наконец-то, так сказать, она сможет купить то, это и сё. Видела себя, как он работает программистом, уже практически подсчитала 12, 14, 15 тысяч себя в кармане и тут он все бросил. Слышал какие-то уроки, там все это, все меня перепутали и пошел, а я буду, а я люблю рисовать. Сколько ты заработаешь на твое рисование? Кому ты нужен? Получается, что тут вопрос, он такой, смотрите, мы сейчас, в каждом конкретном случае, кстати говоря, это по-другому, а мы сейчас говорим в общем, чтобы кто-то не то, не то понял. Мы говорим, что называется общее правило, общее наставление, что есть путь еврейский, что есть путь прямой, по которому человек должен пройти. То есть, если мы разбираем вопрос от Копы Ивана на Всевышнего, вот мы его разбираем. Теперь, когда дело доходит до какой-то конкретной ситуации, то в каждой конкретной ситуации решается по-другому. Вполне возможно, что есть и исключение с правил, вполне возможно, что по каким-то обстоятельствам придется, так сказать, принимать решение обратное тому, что мы говорим. Мы говорим о правиле. Что такое правило? А не исключение из правил. Надо это помнить. Каждому конкретному человеку подобные объяснения могут, нужно спросить, что ли отрав точно, что имелось в виду и как это подходит к нему лично. Тем не менее, правилами мы можем говорить о том, что если вот, мы просто берем пример абстрактный, тот самый художник, который особенно заработать не может, предположим, да, там, своими картинами, я сейчас буду рисовать, картины буду продавать, он говорит, ты фантазер, кому твои картины нужны? Говорит, я буду продавать этому, продавать этому, вот так, вот выставку устроить, то будет у меня, это будет. Она теперь понимает это сказать, вообще сейчас, а, вот слышит слово выставка, начинает дрожь у нее в руках, она знает, что это стоиди, наоборот, он еще возьмет из моего кармана еще на эту выставку, это вообще, так вот, то, что тут написано, тут написано странные вещи, которые они, надо делать то, что по сердцу, по сердцу, то, что позволяет, должен овладеть этим ремеслом и сделать его средством своего пропитания, да, я выберу на себя профессию художника, я буду только профессионалом, и она будет для меня средством пропитания. Теперь основные слова, которые тут важны, что он добавляет. И принимать то в этой профессии, что в нем приятного и неприятного. Вот же того, как мы выбрали профессию, которая по душе, тем не менее, там в любой профессии есть стороны, которые мне очень приятны, но есть, которые неприятны, я не знаю, надо быть художником, чтобы понять, какая сторона одна и другая, но, по-видимому, творческий процесс, рисование, он очень приятный для художника. Но, например, сама продажа картин, когда это не продается, по-видимому, это неприятная сторона этого, этой профессии. Или еще какие-то, так сказать, приготовить краски, искать их, или еще добавьте сами, я не знаю, что-то нет. То есть, надо, он говорит, ну, смотрите, ну, если вы уже решили, и это принимать, и это принимать. И тут приходит самое основное. И не разочаровываться в нем, когда она временами не кормит. И действительно, она накаркала, Клара накаркала, она говорила, ты со своими этими, этими картинами, ничего не продастся, действительно, ничего не продалось. Как она сказала, так она и была. Ну, что мы теперь, что теперь должны делать муж? Не разочаровываться в нем, он говорит, а ты выбрал профессию, она тебя сейчас не кормит, не разочаровывайся. Когда она временами не кормит, знай о том, что как только ты, так сказать, полностью разочаруешься, полностью отчаишься, что-то продастся. Но все равно ты больше бы не заработал, даже будучи программистом. Такое тоже бывает. Если люди думают, я зарабатываю 14 тысяч, мне пришел недавно человек, зарабатывает 17 тысяч, показал, слушай, 17 тысяч, он не в состоянии закончить месяц. Ну, теперь скажите, вам хватит 17 тысяч закончить месяц? Есть люди, которые живут на 6 тысяч, на 7 тысяч. 17 тысяч, да вы что, если у меня была такая зарплата, я бы просто бы жил бы как, не знаю, как... Люди не понимают о том, о том, что кому посылают много, 17 тысяч. Потом выясняется, что у него каждый месяц какие-то расходы. Тут зубы попали, на зубы у него... Тут машине надо было поменять шины, шины надо было поменять. Тут каждый раз какая-то другая история, каждый раз... То есть, получается, что на самом деле он не зарабатывает эту сумму. За гомерратом меньше. Это значит, что вот эту сумму он мог зарабатывать не будучи программистом, а будучи какой-то другой специальностью, где платят меньше. Всё равно, а результат был бы тот же. Предназначено, предназначено. То есть, надо не разочаровываться в нём, то есть, в этой специальности, когда она временами не кормит, а надеется, что Всевышний даст средства существования во все дни жизни. В конечном итоге придёт существование. Как оно придёт, не знаю, оно придёт. Теперь, когда... Снова в скобках тут заметим очень важную вещь, которую она, когда мы говорим, это насчёт этого пования, это отдельная тема, надеюсь, там дальше что мы его проясним. Это работает так. Когда приходит человек, всё это слышит, и говорит, а ну да, я проверю, да? И каждый день, каждый день вот он, будучи этим художником, если ему хватили за этот пример, он ждёт, а вот, вот мне пообещали, а вот мне сказали, а мне сказали, что в конечном итоге что-то произойдёт, да? И вот он ждёт, когда произойдёт, когда произойдёт, когда произойдёт, ничего не происходит. Интересное правило. То есть, как только человек, он как бы, как говорят, знаете, кто бежит за почестью, почесть убегает от него. Кто бежит за успехом, успех убегает. Это правило, которое работает в всех областях, когда человек вот-вот вот с нетерпением, и ничего не произойдёт. Всё приходит, у нас называется, бейсехдат. Как только человек оставляет это, то есть, он оставляет, освобождает себя, и передаёт это Всевышнему, вот тогда он это получает. Поэтому, поэтому, и машина приходит, бейсехдат. Всехдат по-русски, это, как бы, нечаянно, то есть, нежданно. Нежданно, негаданно, нежданно, негаданно. Приходит, и успех приходит, нежданно, негаданно, находка приходит, нежданно, негаданно, ни с того, ни с того, вот это так оно и приходит. То есть, когда уже забыл, что хотел продать эти картины, и вдруг смотришь, кто-то купил это. Когда освобождаясь во сердце этого внутреннего давления внутри, что вот тогда, тогда, тогда появляется то, что... Продолжение следует...